24 часа в теплой воде, очень нестабильный материал, очень сильная, высокая температура, тоже ДСП, все уже разбухло. Так, первый, фанера 1 метр. Друзья, всем привет, с вами Константин. Сегодня я продолжаю рубрику «Безумный краш-тест», после которого вы определитесь, какой на сегодняшний день конструкционный материал самый прочный и долговечный. И также, какая технология обработки этих материалов, самая и топовая. Почему безумно, друзья? Да потому что влагостойкость, тест, 24 часа в теплой воде. Второй тест, механическая прочность, металлические шарики разного диаметра и разные массы будут падать на эти материалы с высоты 1 метр, а может быть даже выше. Тест на стойкость к высоким экстремальным температурам, наш любимый строительный фен, 300, 400, 500 градусов. На кухне это очень актуально. Газовые панели, варочные, электрические, индукционные и так далее. Пар, все это воздействует на корпуса наших кухонных гарнитур. Поэтому, если вы в перспективе собираетесь заказывать кухню, то это видео вам нужно посмотреть обязательно до конца. Вы поймете, какой материал самый долговечный для вашей кухни. Кстати, друзья, не забываем подписываться на мои альтернативные сети, ссылочка внизу, Дзен, ВКонтакте, Инстаграм и так далее, где я выкладываю разные лайфхаки. Интересное решение для ваших кухонных гарнитур. Эта информация, я вам гарантирую, поможет вам заказать красивую, современную и стильную кухню. Ну что, присаживаемся поудобнее и смотрим безумный краш-тест от Константина. Писок наших сегоднях участников. Давайте посмотрим, что они из себя представляют вблизи. Итак, первый участник это фанера, толщиной 18 мм, береза, с двух сторон закрыта пластиком HPL, торец, лак. Давайте сразу сделаем это легендарное погружение в нашу теплую водичку. Поехали! Второй наш образец это LDSP, обычный из которого изготавливаются корпуса. Но единственный нюанс, что кромка приклеена по технологии лазер или Airtech. То есть, с помощью горячего воздуха. Очень красиво и эстетично выглядит. Погружаем. Третий наш материал это основа МДФ, технологии PUR. Посмотрите, какая строчка идеальная. Сверху U-flag, обратный компенсат, чисто фасадный материал. Также погружаем. Станок HOMOX S500 PROFLINE. Четвертый материал классической технологии EVA. Самая дешевая, везде сейчас используется. Ее отличительная черта, то что вот такая грязевая строчка по всему периметру. Очень сильно заметная, особо на белом фасаде. Обычный DSP, из него делается корпус. Станок Felder F600 Temporo. Также погружаем его в водичку. Пятый участник PUR DSP. Классика, но станок S500 HOMOX. HOMOX кромил этот фасад. Тоже очень красиво и эстетично выглядит. Смотрите, почти не видно строчку. Белый PUR, белый фасад. И последний шестой, это тоже МДФ. У нас уже был он, но мне единственное, что интересно, здесь PUR технологии, но станок уже не HOMOX S500, как там был. А это Biesa Stream A. Тоже его погружаем для теста. 24 часа. Пробежимся по списку, все ли у нас здесь нормально. Итак, первый фасад, фанера HPL пластик. Второй, лазер LDSP Felder. Третий, PUR MDF. Четвертый, классическая технология EWA LDSP. Далее, PUR LDSP HOMOX S500. PUR MDF Biesa Stream A. Плавает 24 часа. Посмотрим, какой самый здесь топовый материал. Следующий тест, механическая прочность. Будем ронять тяжелые металлические шарики разного диаметра на наши заготовки. Первый, краш-тест. Высота примерно 1 метр от этого места. Поехали. МДФ. Главный шарик поймать, чтобы он полный расколотил. Высота. Бам. Дальше посмотрим. Следующий материал. LDSP. 1 метр высота. Отмерили. Бам. Фанера. Сипель-пластик. Пысота. Пока все четко. Шарик большего диаметра. И он уже такой тяжеленький достаточно. Так, первый. Фанера. 1 метр. Четко. ДСП. 1 метр. Вроде четко. Сейчас я вам покажу, приближу. И МДФ. 1 метр. Мим промазал. Еще разок. 1 метр. Сейчас посмотрим вблизи. Все материалы тест прошли на 5 баллов. Ни вмятин, ничего здесь не осталось. Теперь удар торец. Торец фанеры легко пережил этот удар. МДФ. Поехали. Есть микро вмятинки на ABS кромке, но незначительные повреждения. ДСП. Поехали. Такая же история. Кромочка, единичка, отлично защищает. Следующий тест. Стойкость к экстремально высоким температурам. 300 и более градусов. Три технологии. Пур. Открытый торец фанера. Пур технологии приклейка поверхности. И ЕВА классическая. Очень актуальна на кухне, особенно у тех, у кого газовая панель варочная. Там очень высокая температура. Давайте посмотрим, как они противостоят. Нашему строительному фену. Итак, 300 градусов. Начали. Тест ЕВА классическая технология. Я думаю, здесь уже, в принципе, все понятно. С этим фасадом. Вы, наверное, видите уже, да? Фокус. Следующий наш фасад, это фанера. Переходим на Пур технологию. Расплавилась кромка, но держится, тем не менее. Давайте еще попробуем. Получилось после теста все очень ожидаемо. ЕВА технология капец. Смотрите. Все. Высокая температура. Фанера вообще ровный. Параллельно не заметила. И на технологии Пур поплавилась кромка. Но Пур клей лучше выдержит температуру. Поэтому отошел. Но все-таки более-менее держит. Друзья, срочное включение. Во время съемки видео два материала на тесте на влагостойкость уже вышли из чата. То есть они покидают нашу битву титанов. Это лазерная технология ЛДСП и ЕВА технология ЛДСП. Давайте посмотрим, что с ними произошло уже в аквариуме. Вот это лазерная технология ДСП, а вот классическая дешевая технология тоже ДСП. Все уже разбухло. Обратите внимание, лазер разбух даже больше, чем классическая ЕВА технология. То есть эстетика здесь на высоте, но эксплуатационные характеристики практически вообще отсутствуют. Ну что, друзья, с момента погружения в воду наших деталей прошло ровно 24 часа. Это следующий день съемок. Я напоминаю, что две детали, это лазерная технология и ЕВА классическая, сразу испортились через полчаса погружения в воду. Давайте посмотрим, что произошло с оставшими нашими титанами. И, как я и ожидал, испортилась также ЛДСП, но уже ПУР технология. Вот эта деталька, давайте ее вытащим и посмотрим, что с ней произошло. Смотрим наши детали после погружения. ПУР, ЛДСП, вычеркнут, все. ДСП, ПУР, ЕВА, лазер не держит влагу однозначно. Разбухает любая технология, пропускается вот здесь влага. То есть через саму ламинацию по торцу. Далее. МДФ, покрытие ЮФЛАК, обратно тоже декорированный слой. Это фасадный материал, он достаточно дорогой, около 10 тысяч за квадрат, но он идеально выдерживает влагу. 24 часа под водой, вся кромочка у нас на месте, и сзади, и спереди. Это ХОМОК С500, очень дорогой станок наносит кромку и ПУР клей. И следующая деталь тоже, ПУР технология, покрытие ХОД КОУТИНГ здесь, ПУР покрытие, обратно тоже декорированный слой, это фасадный материал, выдержал все идеально, не РАДБУК. 24 часа, ПУР технология идеально все держит. И в фанере, конечно же, ничего не случилось. Есть, конечно, некоторые вот здесь вот места, где все-таки, конечно же, влага вот тут начинает напитываться, но она просохла. Все идеально, разбухание, в принципе, никакого не произошло, и также можно наглядно увидеть, как ПУР приклеен на ПУР, вот этот пластик HPL, как он идеально держит, смотрите, поверхность. Даже открытый торец, сюда влага попадает, напитывается, но ПУР держит, смотри, как поверхность идеальна. Поэтому технологии ПУР все-таки, по своей сути, идеальные. И еще один крутой тест, важный для любой корпусной мебели, это удержание крепежа. Я закрутил крестообразную планку в три материала, это МДФ, ДСП и фанера. И сейчас попробуем наизлом ее оттуда вырвать, насколько это будет легко сделать. Первый наш участник это ЛДСП. Вот почему я говорил, что это очень нестабильный материал, очень сильно крошится. Следующий материал МДФ. Я закрепил уже камеру, потому что я одной рукой чувствую не вырву. Давайте попробуем. Однозначно более плотный материал, но такая же история, обратите внимание. Тоже крошится, легко выдирается крепеж. И третий наш материал это фанера. Пробуем выдрать из фанеры крепеж. Так, я конечно его выдрал. И даже чуть погнул крестообразную планку. Но материал не крошится. И конечно же степень удержания крепежа гораздо выше. Вы посмотрите, он даже вокруг не расстрашился. Подводим итог по нашим материалам. Это 5 важных технологий, 5 материалов и 5 показателей. Поехали. Первый. Влагостойкость. Все мы из теста видели, что ЛДСП с любой технологией влагу абсолютно не выдерживает. Поэтому по нулям мы ставим всему ЛДСП. МДФ с учетом того, что мы будем применять на корпус фасадный материал, он будет стоить как космический корабль. То в принципе можно поставить 5 баллов. И фанера даже с открытым торцом, с закрытым кромкой. Хотя можно даже торец на фанере закрыть кромкой. ПУР технологии и вообще этот материал будет даже не напитывать влагу в торец. Хотя он и так не разбул здесь. 5 баллов. Следующий показатель удержания крепежа. Чисто по своим ощущениям удержание крепежа 0 у ЛДСП. Абсолютно 0 ДСП. МДФ ПУР чуть получше. Ну неважно, ПУР не ПУР, самоплотность. 1 балл поставлю. Фанера 5 баллов. У меня даже крестообразная планка изогнулась. Ударопрочность. У всех этих материалов по 5 баллов. МДФ, ДСП. Металлический шарик падал. Ничего страшного с ними не случилось. Дальше. Высокая температура. У ЛДСП 0. Сразу плавится клей вот этот между кромкой и панелью. Дальше ПУР более-менее. Я поставлю даже 4 балла. Хорошо держит температуру. Тут у нас ЕВА. Вот он 0. МДФ 4 балла. И фанера 5 баллов. Потому что там вообще кромки не было. Был только пластик. HPL. Он вообще температуру практически не боится. И последняя декорация. Друзья, у всех этих материалов декоративные свойства находятся на очень высоком уровне. Я по 5 баллов всем поставлю. Потому что и МДФ можно облицевать любым материалом. И фанеру. А у ДСП у самого по себе много различных пленок и декораций. Под дерево, бетон. В общем, все что угодно. Даже есть ламинация ДСП. Глянцевые ДСП даже бывают плиты. Поэтому, друзья, вот такие у нас итоги. Фанера, конечно же, все это выдержала. Я не сомневался в этом. Поэтому это самый крутой, прочный конструкционный материал для наших кухонных гарнитур. МДФ на втором месте. Но опять же, фасадный, если у нас МДФ используется. Не пленка на нем, а фасадный материал. Но из него корпус не делается. Поэтому он здесь вообще в рейтинге не участвует. Из МДФ фасадного корпус никто не будет делать. А вот из фанеры, пожалуйста, его можно изготовить. Ну и ЛДСП, конечно, это самые такие материалы нестабильные, касаемо корпуса. У них очень низкая степень удержания крепежа и влагостойкость. А это практически самое основное. И температура на кухонном гарнитуре. Ну что, с вами был Константин, друзья. Пишите в комментариях, как вам такой тест делать еще. Что вы хотите, чтобы я еще потестировал. Сразу говорю, почему в тесте не участвовала керамика, компактная плита. У меня все эти фасады тоже материалы есть. Потому что если из него делать вашу кухню, корпус в частности, то кухня будет стоить как квартира. И поэтому смысл такие материалы сравнивать. А это, в принципе, в одном сегменте материала. И про них можно рассказать. Пишите в комментариях, что вы думаете. Какой материал действительно самый топовый здесь. Ну а с вами был Константин. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»